привет друзья сейчас я иду по станице казанской и в данный момент идем к мосту идем к мосту посмотреть дон поснимать мост ну и саму речку дон поснимать в общем идем туда а это собственно станица казанская где я когда-то учился ну особо сейчас ничего не увидите потом покажу может быть если дойду до этого до самого училища до парка а так пока пройдемся до дона так теперь и движка а то могут издавить вот этот мост казанский раньше здесь конечно был другой мост не такой хороший как сейчас раньше мы здесь часто не ходили учиться из-за того что был разлив дона и в общем моста закрывали в общем его мост не работал был такой железный очень очень плохой мост вот он короче разводили стоял лед ну а теперь конечно тут уже построили хороший мост вот на котором все видно в принципе высокий вот и теперь уже неважно как разольется дон будет лед стоять или еще что машины все равно едут и все как бы функционирует вот так вот а вот там дальше вот ну куда я сейчас иду в то направлении там ну ехать примерно километров сколько не знаю 30 наверно может 25 там будет станица мигулинска но это потом может быть увидите если если я буду снимать вот а это собственно мост сейчас я выйду ближе чтоб заснять получше вот здесь я учился это было в этой станице я учился первое мое училище здесь было с ипту тут я учился на автомеханика и права получал в этой станице мы потом прогуляемся пт у я вам покажу где это было на это собственно мост станицы казанской и речка вот такая вот речка большая и длинная кстати вон там сейчас приближу вон там вон где оранжевая светится дома была наша столовая то есть после училища мы сюда ходили обедать тут нас кормили вот здесь вот да вот часто такие хорошие двери раньше были там железные двери мы ломились и сломя голову чтобы первым зайти пообедать в общем было весело вот на это дон пойти поближе заснять машина поехала вот такой вот дон широкий дон много раз мы переплывали ну не здесь конечно здесь я не купался а вот именно переплывать и мы переплывали там у себя в самом цепи гунинской много плавали купались и и такой ну прямее в принципе такая же ширина дона у нее как и здесь на камере видно в принципе ширина такая же но где-то бывает уже где-то короче но это мост собственно казанский так чтоб еще интересно показать а но он там вот вот там сейчас приближу сейчас плохо видно отсюда а но где вот видите вот зелененькая такая церковь вот за мостом там короче приходил все время автобус проезжал и нас возил в общем не будем еще раз дон заснул что-то там а это кусты просто я подумал лодка плавает в общем такой вот дон в станице казанской так мы сейчас чуть еще поснимаем и пойдем туда где я учился ну и так погуляем побродим по станице ну и другая сторона дона то есть она так вот течет вниз отсюда течет туда и вот если по нему плыть то мы приплывем мы там в другой станице там к мигулинской но собственно где я живу жил точнее раньше часто в москве живу так сейчас пойдем пойдем к училищу засниму училище поснимаю ну и так собственно мы здесь снимали домики тут как бы квартир таких многоэтажек нету тут просто дома снимали дом как бы с хозяйкой или там без хозяйки и жили в общем как бы учились и ездили сюда вот тут я отучился в этой ну с ипту три года сейчас мы до него дойдем вам покажу его пройдем времена были интересные конечно так нажму наверно на паузу чтоб зря память не занимать дойдем до училища там включу сейчас идем в общем опять от этого моста движемся к училищу и сейчас я вам покажу одно интересное здание интересное здание где нас призывали в армию вот с первого вида и не подумаешь что это военкомат но здесь такой военкомат в городе по другому конечно собственно такие здесь домики обычные дворы там ну собственно ничего особенного но что здорово у каждого есть свой двор там своя земля и все такое машины ездит людей конечно не так много как бы в городе вот зато все тихо такая спокойная размеренная жизнь никто никакой суеты никто никуда не спешит все так как бы живут себе размеренно можно так сказать вот а это здесь вот такое здание здесь типа что ли клуба то ли какого-то ну не клуба типа зала большого как для концертов вот здесь ну внутри находится общественный туалет кто-то попал в кадр это я вот здесь первый раз иду снимаю захотелось поснимать вот а вон эта площадь ну мы сейчас мы туда на площадь вернемся посмотрим что там а это в общем вот вот этот вот домик это собственно вход военкомат и дальше там будет ну собачка и дальше там будет еще военкомат он такое железное здание вот здесь в этом кирпичном здании я когда-то проходил медкомиссию на службу в армии вот здесь собственно такой военкомат вот так все просто такие домики и ничего особенного собственно да а пойдем на площадь пойдем на площадь посмотрим что там погуляем сейчас конечно весна март какое число не помню то ли 19 или 20 еще как-то холодно он даже снегчик падает как идет но мы с братом особо гуляли не только здесь вообще везде просто так шлялись гуляли вот тут принципе интересно ходить просто по всей по всей это по всей этой странице не просто где-то в одно место сидеть неинтересно а так по всей этой странице гуляли вот здесь это собственно парк не знаю как он называется в общем парк здесь тут памятники всякие вон памятник ленина с рукой сейчас мы тоже заснимем вот собственно площадь ну-ка заснимем ленина засняли вот сейчас приближаемся к училищу где я учился с этого видео кстати прикольно сделать автобиографии ну так как я еще живой и делать рано ну а в будущем можно вот это собственно вот это вот здание которое сейчас приближаю это как раз и было училище где я учился это вот вход ну как бы виду и сзади мы сейчас и обойдем так и посмотрим где будет парадный вход вот это здание пойдем к парадному входу кстати вот на этой улице сегодня кстати воскресенье тоже было был базар вот и многое что здесь разложивают товар вот на этой улице торгуют это центральная улица как посчитается вот это здание тут я учился на автомеханика здесь же получил и сварщика и права bc категории вот здесь и учился с аптэу в общем ничего такого кстати она до сих пор еще работает то есть до сих пор здесь студенты приезжают учатся не знаю как сейчас тут учеба проходит но вроде все работает не закрылся все люди учатся как говорим народу здесь не много вот это с аптэу в гости заходить не буду преподам потому что хочу еще погулять может когда нибудь и увижу хотя я думаю здесь уже многих нету наверное уже по увольнялись и все таки было давно лет 7 или 8 назад не знаю вот собственно этот вход с аптэу так ну дальше нам вряд ли что там интересное есть там кладбище и тоже дома пойду-ка я опять к дону пойду к дону чем там поснимаем такая в общем экскурсия летом конечно людей здесь побольше гуляет то что сейчас весна холодно все сидят в доме кто-то работает кто-то учится но летом людей побольше много кто на дону купается вот в общем от этого с аптэу мы вот так вот отсюда с этого здания вот отсюда ходили вот так вот вниз и ходили обедать каждый день три года подряд потому что домой бежать и ну кто-то домой ходил обедать а лучше и сюда сходить пообедать а потом еще и дом пообедать вот когда учились так шли вниз и там столовой обедали солнышко а сейчас дойдем до магазина где я купил свою они я купил на на рынке sony playstation дойдем до другого магазина где короче покупал эти все как его приставки диски на sony playstation игры всякие сейчас дойдем до туда вот в общем здесь я жил и учился три года после после школы в принципе особо ничего не изменилось все так же ну какие-то внешний вид поменялся по-другому постройки стали выглядеть а так все в принципе так же ничего не осталось и мост построили этот большой через дон раньше был такой железный мост на котором страшно было как его ездить ну больших машин там не пропускали через этот мост то есть он был такой очень плохой вот если были вы тогда бы камера у меня я бы тогда показал бы вам из для сравнения как все выглядит вот мегафон аж удивительно я могу объять необъятная реклама да так сейчас пойду-ка я пойду-ка я вообще на эту сторону и попробую залезть повыше то есть забраться на какую-нибудь высоту чтобы заснять эту станицу казанскую с большой высоты вот этот угловой магазинчик где я себе покупал различные видеоигры на сегу и на sony playstation сейчас он закрыт и не знаю даже что здесь продается вот но раньше что-то продавалось техно мир кредит вот здесь я покупал все свои игрушки так пропустим машину вот вот иномарок здесь как в Москве конечно не так часто встретишь ездит конечно но не так часто это в Москве в основном иномарки там все такое а здесь в основном автомобили российского производителя так подойдем к дону к речке посмотрим даже рыбу здесь как-то пробовали ловить тут в основном не знаю когда мы учились рыбу рыбу особо не ловили как-то плохо она здесь ловилась вот у нас там где ну родился в станице Мигульницкой и жил там там как бы мы часто ловили рыбу и ходили на рыбалку а здесь не так часто вот машина поехала сейчас кстати попрем туда вот вон туда через этот мост пойдем пойдем через этот мост и короче это и туда на гору пойдем посмотрим что там блин я вот плохо перчатки не взял что-то руки замерзают забыл их в машине у Лешки о кстати вот когда был старый мост вот сейчас здесь новый стоит когда был старый железный мост плавучий на воде прям вот и когда шел лед и мост ну перекрывали то есть его отсоединяли вообще то мы перебирались вот здесь вот на пароме вот здесь вот вот где я сейчас спускаюсь вниз вот здесь ходил паром то есть он вот с того берега на тот нас перевозил вот отсюда перевозил нас вот на этот берег паром ходил или катером нас возили в училище чтобы мы могли на занятия прийти то есть представляете для того чтобы попасть на занятия на учебу нас возила эта моторная лодка там ну по человек десять не знаю поскольку вот насаживались и так возились а нас там ну учеников из других станиц очень много приезжало когда двадцать когда тридцать человек и вот так вот каждых возили ну и плюс кроме учеников приезжали еще очень много других людей которые просто едут в эту станицу и вот если дон остановился шел лед все было ну моста не было то вот так вот катером всех перевозили вот ну сейчас поднимемся туда наверх сверху заснимем поснимаем вот взгляды какие-то недружелюбные ха-ха-ха ну наверное здесь так не принято ходить на камеру и снимать и болтать это не в Москве где ты будешь ходить и гулять и на тебя внимание не будет обращать в Москве это как бы как и нормально так и должно быть а здесь если кто-то что-то ходит, снимает разговаривает сам с собой то начинают смотреть подозрительно начинают смотреть и удивляться и хмурый взгляд показывать так сейчас покажу куда мы пойдем вот мы сейчас пойдем через этот мост и пойдем вон туда на вон ту гору сейчас, сейчас, сейчас приближу в общем за мостом поднимемся вот сюда вот к той вышке вот где мы здесь вот вышка вот сюда пойдем и оттуда поснимаем ну чтобы с высоты было захватить весь вид можно было конечно еще по станице побродить да, погулять но не хочу потому что это скоро машина приедет и скоро домой ехать а если я куда-нибудь далеко уйду то мне потом придется возвращаться очень долго вот кстати вот этой вот аллеи где я сейчас иду над доном вот этого от асфальта и этих скамеек раньше не было раньше здесь была просто такая вот земля просто вот такой вот песок ну и собственно все больше здесь ничего такого не было вот там был пляж дальше сейчас кстати приближу по-моему сейчас там и так есть сейчас остановлюсь ну там дальше пляж футбольные ворота ну и так далее там еще несколько пляжей вот так, что-то я не туда забрел надо наверно возвращаться тут я не пройду на мост я не попаду отсюда ну да надо возвращаться вот когда-то я здесь учился три года целых офигеть это я учился три года здесь в этой станице потом пошел в техникум в техникуме учился в техникуме учился я где-то ну так же три года я просто уже не помню в каком году это было знаю что техникум закончил в 2009 точно помню а в каком поступил туда даже не помню ну если три года значит в 2006 наверное поступил вот а до 2006 я учился здесь получается ну если моя память меня не изменяет и мои расчеты меня не подводят вот так так пойдем кстати людей почему-то много где поубавилось раньше как-то мне казалось людей было больше движение было поактивней сейчас как-то не очень вообще больше вот сейчас пойдем через мост посмотрим что там поснимаем в общем если будет время и я смогу у себя там в станице найти немного времени и поснимать то я и там пройдусь до Дона пройдусь по всем пляжам где мы в основном купались и отдыхали пройдусь ну собственно если будет время но если не будет значит нет не покажу а так было бы прикольно а ну собственно это если батарейка не сядет я сегодня буду возвращаться домой ну и засниму немного на машине въезд в нашу станицу Мигольницкую где я родился и жил вот и засниму немножко поснимая вот хотя бы так краем глаза увидите ну где я родился и жил но опять же тоже может быть поснимаю если найду время на это потому что много дел не то что больших каких-то дел а просто нужно что-то сделать различные дела по хозяйству а вот 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 ладно здесь нажму стоп и включу когда уже практически буду переходить мост то что уже рука полностью отмерзла надо согреться Уже почти перешел мост Осталось немного И будем подниматься уже наверх Но топать, конечно, еще, в принципе, привычно Вот если такое приблизить Конечно, еще идти и идти Я бы сказал, даже нормально В общем, такие дела Как здесь оказалось? Я, в общем, приехал права менять Срок действия закончился уже Пора менять И приехал их менять сюда Потому что здесь менять намного дешевле Медкомиссию пройти и так далее Ну и заодно в родных краях побывать Кстати, еще одна станица Еще одна станица, где это Где тоже люди живут Я не знаю, как они тут называются Ну, практически я считаю их той же казанкой Ну, я считаю, у нас в Мигулинке интересней По поводу Дона В Мигулинке намного интереснее Потому что много куда можно сходить В плане интересных мест Именно природы Там те же пещеры А те же Мигулинская гора Или Меловые горы То есть в плане природы Мигулинка Там, где я родился и жил Намного интереснее В казанке в основном Ну, людей побольше просто Сама станица побольше Вот, кстати, церковь Вот и так особо здесь, не знаю Особое время проводить летом Я бы не хотел Если бы летом про время проводить То лучше в Мигулинке Там, на пляжу, на Глазуне Или еще где-нибудь Или на Косы ездить А, вот как называется Слева у нас Тубянской А справа Озерской Такие названия Как будто здесь, не знаю Что-то такое Большая жизнь Ну, большая Площадь Строения Или еще что-то А на самом деле Несколько домушек там Не знаю Домов 20, наверное И уже называют это Как отдельным там Хутором Или станицей Или еще как-то А так вообще В реальности Очень мало домов Вот слева и справа Практически Мало строений Вот, сейчас поднимемся Сейчас я хотел сюда чуть-чуть зайти Показать вам Где была остановка Вот отсюда покажу В общем Сейчас приближу Вон, вон там Вон, 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 вон Синенький вот этот Маленький домик Там нам продавали Там нам продавали билеты На автобус И отсюда мы ездили домой На автобусе в Мигуленку То есть И так же сюда приезжали На автобусе Вот это именно Отсюда раньше ходил автобус Как сейчас Даже не знаю Ладно Поехали, пошли наверх Идем наверх Куда идем Вот почему мне не нравится Жить в этих станицах Или в деревнях Потому что здесь Полная глушь Тут никого нет Тут Тишина Здесь только Не знаю На пенсии доживать Свои дни И то, я думаю Будет неинтересно Потому что интернета нет Я вот Пробовал на своих Сим-картерах Там интернет заходить Интернет слабо ловит 2G Ну, Ешка показывает Или 3G иногда ловит И то периодически Очень редко То есть Интернет вообще отстойный Плохой и медленный Людей нету Общаться не с кем То есть Так вот Можно вообще пройти Выйти из дома Дойти до магазина И назад И никого не увидеть Вот Поэтому лучше жить В мегаполисе В большом городе Где много людей Где Всегда какая-то активность Здесь энергично кипит И как будто Весело все движется О станицах Жить в деревнях Это Для тех Кто хочет Покоя Тишины Вот И все Так Оказалось Что Далековато Я думал Я быстрее дойду До этой башни Но Не так уж и быстро Я дохожу до ней О, там кладбище Диск нашел Калор Диведи Попробую запустить его Сейчас подымусь повыше Запущу его Называется Сам себе режиссер Я всегда с собой беру Видеокамеру Вот уже Поднялись хорошо Нифига себе Какой знак поставили Я аж офигел Телефон службы Экстренной помощи 112 112 112 Кому он здесь нужен? Только что От пьяных Долгов защищался Да Да Уже нормально я залез Вот с этой Горы Вот отсюда Вот сейчас Где машина едет Вот они очень часто Вот туда Перебарщивались Со скоростью И прямо Напрямки Без поворота Ноги Разбивались Хороший Какой вид Сейчас еще поднимемся Выше Блин Я бы У себя Там Станицами Гулись Как бы Поснимал бы Летом Было бы здорово Поснимать Но когда я не приеду Летом Поснимаю А тут Тут не интересно Как бы Тут особо Мало где мы Ходили С братом Мало гуляли Потому что Три года В основном Была учеба Вот А у себя Там дома Мы все места Облазили Везде было В общем Практически Дошел Сейчас Поднимусь И байду Назад Поснимаю Хотел птиц заснять Но они далеко Не видно Что-то повезли Так Ну наконец-то Пришел Ура Добрался Все-таки До этой До этой Возвышенности Осталось Чуть Машина Дороги Я Покажу Все Красиво Так Вот этот Как Статую Постоянно Тоже Меняли Она была Разно По-другому Раньше Выглядела Сейчас уже Выглядит Совсем иначе Не тогда Как я Раньше Учился Цапля Это наверху Вот это Цапля Означает Что это там Не знаю Что она означает Но в общем Типа Казанца Это цапли Чапуры Или как там Их называют Амигулинс Амигулинс Это типа Лапша Но я не помню Историю Этой Поговорки Или Как это там Называлось Ну в общем Так часто Говорили Типа Написано Любимый край Ну ладно Поснимаем Дальше Так Откуда же Казанка Тянется Длинная Все-таки Блин Вон аж Оттуда Идут Дома И вот Так вот Такой Вот вид Она имеет Блин Но у нас красивее В Мегулинке Реально красивее Много мест В плане природы Где реально Можно побывать И посмотреть Ну а здесь что Особо Ничего такого Но все равно Станица Большая Мост Этот Кстати Вот Ну я точно Не смогу Показать Где я жил Потому что Блин На камере Это никак не показать Ну приблизительно Жил в двух местах Вот если От моста Ориентироваться Так где мост А вот он мост Если от моста Ориентироваться То Немножко Вот здесь Справа Где-то здесь Мы жили Сначала А потом Под конец Мы жили Наоборот Слева Вот здесь Где-то Там уже Поменяли В другом доме Жили Ну где-то В этих краях Вот Ладно Теперь запускаем диск Посмотрим Как пролетает Не летает Нифига И пойдем назад Постараюсь Найти время Чтобы Прогуляться По Мигулинке Ну и по всем тем местам Где у нас можно Погувать Интересно На Дону У нас там Целых три пляжа Даже больше У нас там Очень много пляжей Например Ну первый пляж Это называется Нижний пляж Игар Это назывался У нас Верхний пляж Потом Глазунь Туба Потом косы Ну и все такое О, менты поехали Кстати Некоторых ментов Я даже сейчас угадываю Робот Ну в общем В Мигулинке Много где можно побывать Там В пещеры Здесь На Мигулинскую гору Так Как еще Как они называются Ну в общем Много где можно побывать Посмотреть Погулять Ну лучше конечно Это все делать летом Когда все цветет И пахнет Потому что Ну реально красиво А сейчас я приехал Что Весна Зима еще не кончилась Холодно Опять же Я приехал В Казанку Вот Ну как будто В Мигулинке Может быть что-нибудь Ладно А сейчас Отвечаюсь Всем пока Увидимся В следующем С вами был Анатолий Быков Джин Лав Пока